Сейчас мы вам покажем, как нужно чистить огромного сома. Сом – это рыба донная, поэтому он весь в слизи, он находится на дне и весь покрывается этим составом грязи, ила. Слизь – это его защитная оболочка, ее нужно обязательно исчищать. Если не счистить, то сом будет не очень, вообще будет невкусный, будет пахнуть этой треской, речной. Вот такими движениями от себя к холосту, от головы к холосту, нужно очищать эту слизь, и он становится такой аж серебристый. Чтобы было легче, можно натереть сома крупной солью. Соль будет, как скраб, впитывать в себя всю грязь, слизь, и тем самым, счищая эту соль, будет такой же восхитительный эффект. И сому приятно, получив скрабирование, и нам хорошо, сомик чистый. Еще есть один способ, когда можно надрезать возле головы его шкуру, и шкуру содрать с него до самого хвоста. Можно еще так сделать. Но мы любим со шкуркой, как и сало. А я сало вообще не ем. Что это сало без шкурки? Это как хохол без Украины. Я не люблю жирное. А вот такую вкусную рыбку я обожаю. Такими вот движениями мы сома счищаем. Потом его смачиваем опять водой, и проводим эту процедуру 2-3 раза. А то можно порционно его делить. Можно сделать даже заливное сома. Очень вкусно заливное. Уха очень хорошая с головой, с хвоста. Данная операция, которую мы сейчас делаем, мы обычно делаем с кабанчиком. Когда кабанчика зарежут, его тоже берут ножичек и так само его чистят. Чтоб шкурка была мягенькая. Тоже самое и с сома. Такой речной кабанчик у нас. Постный. Аж слюнки эти кутка. Его чистишь. Только что мы почистили маленькую рыбку толстолобика. Которую мы поймали сегодня в нашей маленькой речке. И там у нас еще не учищенные карасики. Которые ждут своей участи. Вот так в принципе и продолжаем дальше. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok